В Москве все сужается. Дело в том, что у нас поставили тут антирекорд по площади. За 7 лет минимальный метраж студии в новостройке уменьшился с 30 до 11 квадратных метров. То есть этот новый формат помещения для жизни, я не знаю, или сдачи в аренду, как назвал застройщик свой продукт, появится в районах Западной Дегунина и ниже городок. Площадь такого жилья меньше, чем, например, машина-место. Метраж начинается у машины-место даже с 13 квадратов. Что вы не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Мы понимаем, что на рынке сейчас востребовано жилье небольших размеров. Нам показали сегодня квартиры даже 20 квадратных метров. Кажется смешным, а люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно. И на рынке есть специальная ниша для такого жилья. Важный этап в борьбе с жилищным дефицитом. Отечественные строители предоставили возможность каждому обрести индивидуальную квартиру. В авангарде выполнение государственной задачи по повышению уровня жизни идет столица. В Москве дома с малогабаритным, но доступным жильем уже готовятся встречать новоселов. Экономия достигается за счет рационализации пространства. Площадь индивидуальной квартиры начинается от 11 квадратных метров. Однако, благодаря планировке, там есть все необходимое для комфортного отдыха. Я обещал вам, что мы победим. Мы победили! Слава России! Полноценная квартира со своим санузлом, со своей кухней и так далее. С другой стороны, это все-таки такое небольшое пространство, которое недорого стоит. И в одном доме можно достаточно много разместить таких квартир. Понимаю, насколько важно для человека, для каждой семьи иметь свой дом, свое жилье. Для нашей страны это проблема, проблем. Она оттянется из десятилетия в десятилетие. Сколько раз ее обещали и пытались, искренне пытались решить. А мы можем и должны это сделать. По левой стороне у нас будет санузел. В этом санузле душевая кабина, инсталляция раковины. Все, что нужно. За санузлом большой диван многофункциональный, модульный, который должен раздвигаться, чтобы сделать это, чтобы получилось спальное место. И по правой стене самой квартиры, да, мы будем называть ее квартира, расположить все бытовые приборы. Вижу три ключевых фактора повышения доступности жилья. Первый – это рост доходов граждан. Об этом я говорил, мы должны это обеспечить. И, конечно, увеличение предложений на рынке, на жилищном рынке. Все новое – это хорошо забытое старое. Поэтому получается, что застройщик не просто может уменьшить площадь, да, и он не просто так это делает. Он должен определенным образом компенсировать отсутствие в таком, будем так говорить, на такой территории проживания тех функций, которые мы привыкли иметь в квартирах. Вполне вероятно, что усилия конструкторов и строителей будут внедряться не только в столицы нашей Родины, но и в других городах страны. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю. Ну вот. Газированный гной с сиропом. Взгляд российского публициста Александра Невзорова на происходящее в современной России. Сироп, разумеется, должен быть банановым, чтобы соответствовать всем прочим великодержавным скрепам. К чему эта метафора? К тому, что в ближайшем будущем неизбежно явление официальной государственной идеологии. Уже понятно, что этот продукт Кремля будет иметь весьма пикантный вкус. Примерно тот самый, что и прописан в названии материала. Его компоненты заранее известны. Изоляторство, солдафонство, русский мир, богоизбранность, духовные скрепы и другая вата. Впрочем, смешав эти ингредиенты, трудно получить что-нибудь иное. Вот у нас не понимают, что отняли у пенсионеров в Московской области право проезда в Москве, Соединенные Штаты Америки и Госдепартамент. Этого не понимают. Думают, что это сделал Путин. Понимаете? Кремль можно понять. Народец заскучал. Градус Крым нашего восторга понизился. Тема остыла. Путин всегда берет более глобальные цели и развлекает публику масштабно. А ее действительно необходимо развлекать, потому что русские начинают очень быстро скучать без каких-то судьбоносных, ярких, страшных, невероятных явлений, которые могли бы происходить. И могут сами, бесконтрольно, устроить какое-нибудь стихийное бедствие. Легко. Просто потому, что их не раз... Знаете, вот людей, которым долго не показывают цирк, они начинают сами притворяться слонами, дрессированными гепардами, жрать дрессировщиков и так далее. Поэтому им надо устраивать вот такие шоу. И Путин это очень хорошо понимает. Публике опять хочется повода для национальной гордости. Но придумывать для нее новое шоу надоело. Конечно, можно ежедневно строить население в бессмертные полки. Но и это быстро наскучит. В такой ситуации ничего не остается, кроме введения госстандарта мышления, так называемой идеологии. Это проверенный способ сделать идиотизм нормой. Технически все просто. Утверждается список правильных мыслей, список заблуждений, а также сроки заключения за инакомыслие. Определяется истинно патриотическое выражение лица. Страна становится прекрасной, как зал кунсткамеры. У власти развязываются руки, и она может без помех заняться транспортировкой своих песиков породы корги в Монако. Вопрос о патриотическом воспитании молодежи. На самом деле это разговор о самом главном. О ценностях, о нравственных основах, на которых мы можем и должны строить нашу жизнь. Воспитывать детей, развивать общество. В конечном итоге укреплять нашу страну. Наш государственный язык, язык межнационального общения, именно он формирует общегражданское, культурное, образовательное пространство. И знать его, причем на высоком уровне, должен каждый гражданин Российской Федерации. Течение мысли – это правильно. Важно только, чтобы эта мысль привела к нужному результату, а не как у Владимира Ильича. А так все, сама идея по себе, правильно. Конечно, согласно основному закону, вводить госидеологию в Россию нельзя. Но конституционный запрет можно обойти с помощью игры слов. Достаточно подменить идеологию доктриной или госстандартам мышления. И ревнители 13 статьи останутся в дураках. У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Она не идеологизированная. Это не связано с деятельностью какой-то партии или какой-то страты в обществе. Это связано с общим объединяющим началом. Если мы хотим жить лучше, нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех граждан, более эффективной. И чиновничество, и госаппарат, и бизнес. Мы работаем на страну. По концентрации богатства Россия обходит США и Китай. Это результаты исследований швейцарского инвестбанка Credit Suisse. По его подсчетам, в руках 10% самых обеспеченных россиян находится в 83% всего личного благосостояния страны. Чиновничество, и госаппарат, и бизнес. Мы работаем на страну. Сегодня церемонии излишни, но все приличия будут соблюдены. Мы знаем, что в диспутах о конституционных нормах всегда побеждают танковые снаряды. У Кремля они пока есть, но осколочно-фугасные аргументы и не потребуются. Оппозиция выродилась в микроорганизм, вся сила которой уходит на подглядывание за башмачками и дачами. Для ее нейтрализации не нужна даже утиная дробь. Достаточно пипетки, так что праздник введения госидеологии испортить будет просто некому. Но Кремль все еще деликатничает, тестирует. Недавно пощупал электорат красавец Миронов. Сергей Миронов, лидер «Справедливой России», здравствуйте вам. Я помню выборы 2007 года. Вы на них шли, и помню ваши ролики. Вы говорили, что вы на тот момент не спикер Совета Федерации, а вы десантник Серега. Вот я помню эти ролики. Помню, пять лет назад вы шли на выборы, вы были оппозиционер, пламенный критик власти. Кто вы теперь, Сергей Михайлович? Пламенный критик «Единой России» и правительства Российской Федерации. По-прежнему? Ну, если вы считаете, что по-прежнему, тогда по-прежнему. То есть президента вы вычеркнули из списка пламенной критикой? Президента мы поддерживаем. А как это возможно? Слушайте, ну «Единая Россия» и «Путин» – это одно и то же. «Единая Россия» к «Путину» не имеет никакого отношения. На всякий случай. Путин не член «Единой России». Слово предоставляется президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые коллеги, друзья, уважаемый Дмитрий Анатольевич, я очень рад приветствовать всех вас на очередном 18-м съезде партии «Единая Россия». Партия уже в течение многих лет доказывает свою состоятельность, способность принимать ответственные решения, разъяснять эти решения людям и потом идти на выборы и убеждать избирателя в том, что решения, которые были приняты раньше, являются правильными, а путь, который мы наметили, является единственным верным. Не надо вводить за блуждение радиослушателей. Лидер «Единой России» – председатель правительства господин Медведев, который обращается регулярно к учителям с замечательными призывами и советами, который говорит, что денег нет, а поэтому Путин здесь ни при чем. Мы здесь при чем? Это лишний раз подтверждает, что мы вообще здесь с первого шага были ни при чем. Тухлые яйца в красавца не полетели, а остались висеть так, как им анатомически и положено. Более того, пощупанные явили полную готовность глотать пилюли единомыслия в любом количестве. В этот день народного единства мы солидарны с нашими братьями в Новороссии. Мы солидарны с ополченцами, которые сегодня защищают свое право говорить на русском языке. Защищают свое право быть свободными и жить так, как они хотят, а не как подсказывают из Киева, а им в свою очередь подсказывают из-за океана. То есть Россия должна заплатить за то, что Киев пять лет подряд утюжил Донбасс. О каких, можно говорить, репарациях, если Украина, ну как минимум, даже формально не объявляла Россию войну. Ну и уж точно в ней не победила. И сегодня мы убеждены, что фашизм на Украине остановит только штыки пуля ополченства Новороссии. Сказочный долбороб. Зачем его только из больницы выпустили? Конечно, не все еще сложилось. Суетятся попы и черносотенцы, желая забить в идейные скрижали страны побольше православной духовности. Пока скромничают. Всего лишь мечтают выкалывать отщепенцам глаза горящей лучиной. Кремль ласково их осаживает, намекая на преимущество вязальных спиц. Скажите, пожалуйста, вам задам личный вопрос, как ваша вера соотносится с вашими заявлениями об уничтожении, фактически убийствами людей? Самым прямым образом. Бог сам убивал большое количество людей и санкционировал, и санкционировал, читать апокалипсис, убийство большого количества людей. В том числе женщин и детей. Вот нравится вам это или нет, это так. Если вы боитесь это повторять, вы изменяете собственные веры, вы становитесь смешными, вы становитесь управляемыми покемоном. А вы мне скажите, пожалуйста, а гуманизм не по воле Божьей в этот мир пришел? Гуманизм – это антихристианское мировоззрение. И это сатаринское мировоззрение. Вот это поворот! Подготовка идет по всем фронтам. Дума меняет резину, натягивает новый состав. Теперь он будет с пупырышками в виде нескольких либеральных рожиц. По мысли Кремля, это придаст законодательным фрикциям особый шарм. Полено державной идеологии вытесывается уже давно. Умело отсекаются права на лишнее знание, ненужное понимание и чуждые мысли. Для любой страны, для любого народа это просто как плевок в лицо, понимаете? Скажем, оценка того, что происходило, некоторые оценки в некоторых учебных материалах того, что происходило во время Второй мировой войны, это просто безобразие. По-другому ее назвать никак нельзя. Я сейчас не говорю о принижении, сознательном принижении роли советского народа в борьбе с фашизмом. Там более глубокие даже вещи. Это просто какой-то идеологический мусор. И вот от этого нам нужно избавиться. А сейчас о первых результатах масштабной экспедиции российского военно-исторического общества. В урочище Сандар-Мох на территории Карелии ученые предполагают, что помимо массовых захоронений жертв репрессий 30-х годов прошлого века, там могут находиться останки расстрелянных красноармейцев, которые были захвачены финнами в плен в период оккупации. Да, здравствуйте. Действительно, в урочище Сандар-Мох продолжается поисковая операция. По тем данным, которые есть от историков, научных сотрудников, на территории урочище Сандар-Мох действительно могут находиться и останки красноармейцев, тех, которые были захвачены в плен в период финской оккупации Карелии. Нами найдены два человека, одетые в теплую одежду, в теплые валенки с галошами. Галоши, так сказать, ручной работы из покрышки, предположительно, полуторки, резина Ярославского завода. Там проследуется клейма. По этим клеймам следственные органы определяют, когда была дата выполнения этой покрышки. Да, действительно, утверждать по пока первым находкам о том, что это именно военнопленные Красной Армии, расстрелянные финскими оккупантами в период Великой Отечественной войны, пока нельзя действительно в период оккупации. В период финской оккупации Карелии, финскими оккупантами в период Великой Отечественной войны. Это просто какой-то идеологический мусор. И вот от этого нам нужно избавиться. Черновая работа, по сути, уже проделана. Законодательная удавка затянута. Все готово. А исключительная глупость этой затеи – лучший гарант ее неизбежного осуществления. Пригорюнились интеллигенты. Сообразили, что теперь и они будут обязаны публично веровать в разных панфиловцев, в Крым-наш, а также в доброту Сталина и ум Гундяева. Конечно, они поскрипят, поплачут, но нацепят колорадские ленточки и займут место в очереди к очередному поясу с чулками. Перед храмом Христа Спасителя уже который день – огромная очередь. С каждым днем все больше желающих приложиться к поясу Пресвятой Богородицы. Правда, приложиться теперь – это некое преувеличение. Чтобы ускорить движение людей, реликвию приподняли на помост. И дотронуться теперь можно только до него. Но желание у паломников это не убавило. Толпы людей спешат в храм и выходят с необычайным подъемом. Я вот думала, что я дотронусь до пояса. А оказывается, я его так прохожу. Но все равно я очень рада. Есть надежда, что самое чувствительное из них прямо в очереди покончит с собой. Конечно, это очень украсит историю свободомыслия в России. Но когда госстандарт мышления даст первые плоды, то глотать соли синильной кислоты придется уже патриотам. Что украсит историю свободомыслия еще больше. Поясним, попы, победа, царские кости и другое вторсырье не от хорошей жизни. Кроме своего прошлого, РФ нечего предъявить ни миру, ни самой себе. И нечем утешиться. Но попы и кости пока на птичьих правах. Сегодня Россия в засос целуется с призраками, но в ЗАГС с ними еще не сходило. А вот как только утешительный суповой набор будет отформатирован в госидеологию, его ждет быстрый конец. Увы, конкретизация смертельна для любой романтической ахинеи. Ей уютно лишь в грезах, хоругвеносцев, в депутатском хамстве и в сусальщине Тарковского. Превращенная в документ к исполнению, она станет смешной и ненавидимой. Это весьма печально. Но другого материала для изготовления идеологии у режима нет. Несомненно, крайне уязвимый кремлевский продукт будет атакован и разрушен. Специалисты найдутся. Обрушение патриотической мифологии – задачка не дешевая, но и не слишком сложная. А в режиме принуждения к единомыслию совсем простая. Поясним. Согласно законам политической физики, волны разоблачений в разной среде идут с разной силой и скоростью. Среда казенщины и принуждения является идеальной для их быстрейшего распространения. У казенщины вообще много интересных свойств. Помимо всего прочего, она обдирает романтический флер со всего, с чем соприкасается. Не пощадит она и мифы об уникальной русской цивилизации. А голый миф – жалкое зрелище. Становится видно, из чего и как он сделан. Обозначаются все швы, склейки, саморезы, заплатки и уродливый каркас. В этом смысле русский миф вне конкуренции. Он исключительно нелеп. Впрочем, надо понимать, что красивое прошлое стряпали наспех. Да еще и под надзором неблещущих умом Николаев, Палкина и Кровавого. Сочинители мифа хотели как лучше и громоздили одну эффектную байку на другую. Навряд ли они понимали, что сочинять в стране фальшивую историю так же глупо, как копить фальшивые деньги. Ни количество, ни яркость поддельных банкнот никакой роли не сыграют. Возьмем, к примеру, так называемую самобытность России и уникальность ее культуры. Для анализа нам не потребуется даже микроскоп. Просто покрутим их в пальцах и рассмотрим. О какой самобытности тут вообще может идти речь? В современной России русского значительно меньше, чем аборигенно-племенного в современной же Австралии. Нетрудно заметить, что в XVIII веке свершилась культурная, научная и политическая колонизация диких просторов Московии. Колонизатором, как известно, выступала Европа, а руки первого Петра стали ее инструментом. При переезде в новую реальность исконное и русское было брошено как хлам. И не по причине русофобии, а просто за ненужностью. Все, чем прославилась Россия после Петра, на 100% европейские заимствования. Научные и культурные свершения не дурны, но безоговорочно вторичны. Опять-таки мы возвращаемся к дуракам и гусям. И когда черносотинцам объясняешь, что в основе так называемой русской духовности лежит еврейский фольклор, это опять-таки то, что называется, взрывает им мозги, и не наблюдать за этим, ну, была бы большая ошибка. Если страна живет настоящим и будущим, то ложность или уродливость истории не является для нее проблемой. Многие государства легко признали свое прошлое диким и без сожаления с ним расстались. И лишь Россия, как заведенная, твердит о своей самобытности и пытается прошлым корректировать реальность. Впрочем, с самобытностью у нее и до Петровского переезда было неважно. Достаточно того факта, что самые сакральные точки Москве, то есть Кремль и соборы, воздвигли итальянские авантюристы. За баснословные деньги они сделали московитам грубую копию замков Сфорца и Скаллигеров. Этот плагиат и стал жемчужиной древнерусского зодчества. Прочие детали русского мифа примерно такого же качества. Это касается как персон, так и побед. Народ – это нечто священное. И когда мы называем русских народом-богоносцем, мы совершенно правы. Только это не повод для того, чтобы кичиться и превозноситься. Это величайшее бремя – нести в себе и над собой самого Бога. Отметим, что патриотические сказки никто не обижал, пока они не стали гвоздями для прямого забивания в мозг. Но сегодня им не стоит ждать пощады. Будущее для России давно закрылось. Эксперимент с единомыслием лишит и прошлого. Но унывать не стоит. Остается настоящее, где тоже есть чем заняться. Где можно реализовать великий потенциал страны. Ведь еще не все санкционные гуси раздавлены. И не все корги летят в Монако. Когда все отдают своим, да, нашим, то ничего хорошего, с точки зрения эффективности, никогда не получается. Редактор субтитров А.Семкин